Главной темой сегодня является законодоступном использовании биотехнологий. Вторая версия сенсационного и теперь уже обязательного оборудования для смартфонов Nano стремительно захватывает рынок, поскольку компания Aspire запустила открытое бета-тестирование для нескольких счастливчиков. Сотни новых приложений для улучшения тела уже доступны исключительно на платформе Nano 2.0, но всеобщее внимание приковано лишь к одному – дистанционный паралич. Благодаря ему Конгресс США одобрил использование платформы, и это изменит американскую правоохранительную систему. С нами на связь из города Остин вышел Фил Лири, бывший директор техасского отделения Американского Союза защиты гражданских свобод, уволенный за осуждение позиции Союза по вопросу контроля над оружием и Nano 2.0. Мисс Грайс. Фил, после отмены второй поправки, количество смертей в результате применения огнестрельного оружия сократилось на 80%. Почему вы видите в этом проблему? Я не вижу проблемы в понижении уровня преступности. Есть записи, где вы утверждаете? Меня волнует, что использование этих технологий для поимки преступников небезопасно. То есть по сравнению с оружием? Противоестественно. И противоречит конституции. Это не полезный паралич двигательной функции. Добро пожаловать в Дейт Найт. Противозачаточный и защита от ЗППП. Выберите длительность. Шесть часов. Подтвердите покупку. Десять кредитов Эспайр. Да. То же самое делают Эспайр и отдел по борьбе с биотехническими преступлениями. Он был создан как прямой ответ сорсерам. Я не понимаю, как... Отдел занимается именно противодействием сорсерам, борьбой с пиратством и кибертерроризмом. И в обращении к Конгрессу они сказали, чтобы работать, нам нужна технология Эспайр. Нам нужен нано-2.0. Какого... Ладно, ладно. Дистанционный паралич вызывает тот же эффект, что и нано-оружие, которым пользуются сейчас. Вы читали научный доклад по этой теме? Мне не нужно. Вы читали доклад? Нет, не читала. А я читала. И там доказывается, что ничто не угрожает физическому и психическому здоровью рецепиента. А как насчёт его права? Прошу, не надо. Успокойся. Покажи телефон. Пора спать. Мисс Грейвс, я пытаюсь объяснить. Я беспокоюсь не о безопасности. Я говорю об объединении бизнеса и государства в Америке. Тот факт, что Эспайр, государство и прочие с помощью этих технологий получают доступ к моим двигательным функциям без моего разрешения... По-моему, у вас мания преследования. Ты был прав. Ему нравятся блондинки. Будь осторожна. Он опасен. Показывает, что нано первого поколения через 10 лет пользовались бы 99% людей. Так почему бы не начать действовать наперёд и регулировать... Опаздываешь! Шипе, это при людей. Тебя раньше не отправляли сюда. Видимо, сегодня тебе повезло. Можно? Постой-ка! Ты что, коп? Да, но внимательно читайте мелкий шрифт. И эти технологии изменят нашу жизнь к лучшему. Они создадутся ради безопасного будущего. Мы действительно думаем, что они стоят того... В моей работе нужно быть осторожной. Мило. Да. А был бы пистолет, если бы их не запретили. Почему? И дети ваших детей. Пока у каждого американца не будет IP-адреса, который можно найти, отследить и выключить одним нажатием кнопки. Что-нибудь выпьешь? Если тебе нравится пьяная женщина, то для этого есть приложение. И не одно, кстати. Считай меня старомодным. Я... А ты ничего не забыл? Наличка наверху. А это что за штука? Ты правда не знаешь, кто я? Спецагент Рот. ОББП. И эта штука дает мне прямой доступ к центральной базе Эспайр. Отвратительно. Она не для того, чтобы впечатлять проституток. Ты представляешь, как прямой доступ сокращает время отклика нано? Я могу переписать весь свой геном, пока ты всего лишь меняешь цвет своих волос. Надо же. Знаешь, нам она не нужна, чтобы хорошо провести время. У меня есть все нужные приложения. Бодисинг. Запрос на синхронизацию отправлен пользователю Макс. Где твой телефон? Пользователь Пайпер хочет синхронизироваться с вами. Обнаружено незаконное приложение. Похоже, что твоя игрушка не дает тебе развлечься. Сломанная версия. Такие, как я, не особо это поощряют. Тупые настройки, недолгий срок действия. Ванила Бодисинг слишком ограничена. А без сертификации Спайр незаконно. Но это ведь не останавливает мужчину вроде тебя. Я готова. Запрос на синхронизацию ожидания. Запрос на синхронизацию принят. Вот умница. Так, поехали. И мы на месте. Вы синхронизировались с пользователем Макс. Веселитесь. Очаровательно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Соединение установлено с Сосура. Дэнни, всё готово. Нано 2.0, бета, диагностика пользователя. Получить доступ к данным? Конечно же, я не откажусь. Нужно было предохраняться, агент Рот. Копирование архива. Обнаружено незаконное приложение. Пора спать перемещается на карантин. Давай, 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 давай. Пора спать успешно удалено. Давай, давай. Да сука! Что случилось? О, нет. Не-не-не-не, иди сюда! Сучка. Ты что делаешь? Жесть делала. Кто ты? Ты ведь Сорсерер? Ясно. Тебя выбрали для бета-тестирования платформы нано 2.0. За счёт компании Спайр и дяди Сэма, конечно же. Жаль, что не смогу дать тебе кредитов для магазина приложений. Видишь ли, их дают тем, кто заранее регистрируется онлайн. Прости. Облёнок. Да-да, я так и думал. Вы, хакеры, не очень обрадовались появлению платформы второго поколения. Теперь посмотрим твой новый профиль. Ух ты, Золи? Так вот кто ты. Красивое имя. Золи. И что же нам делать с Золи? Отслеживание в реальном времени, мониторинг биометрических данных и, моё любимое, несмертельное обездвиживание. Дистанционный паралич, который помогает без шума справляться с опасными подозреваемыми. Намного веселее, чем Бадди Синг. Эй, Золи! Добро пожаловать в будущее! Поехали! Поехали, поехали! Давай! Поехали! Не верится, что нам удалось. Тебе удалось. Да? А что с твоими волосами? О, чёрт! Вот долбанный ублюдок! Всё нормально. Поверни здесь. Зачем? Просто поверни. Нужна группа, чтобы забрать меня. Подозреваемый будет парализован. Сейчас вышлю данные. Тормози. Что? Останови машину. Золи, не делай этого! Мои данные у них, Дэнни. Подожди. Подожди. Я разберусь. Нет! О, Золи. Дистанционный парень. Постой. Они не едут, уходи. Нет, 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 нет. Прости. Ваше обязательное обновление бесплатно благодаря закону о доступном использовании биотехнологий. Зарегистрируйтесь через свой профиль в MyNano до 1 ноября, чтобы избежать штрафа. Архивирование успешно завершилось. Файл успешно передан Сосура. Разорвать соединение. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Юрий Аркалов. Роли озвучили Артем Бахтин, Анна Масалова, Ирина Евтягина, Маркус Гонзалес, Дарья Ёлкина и Михаил Полежаев. Изготовление обложки Юрий Кучер, Звукорежиссер Михаил Полежаев. Звукорежиссер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова